Чем же отличается фиат от крипты? Господи, совсем забыл. О, Ник! Здорово, брат! Здорово, родной! Ты как? Отлично. Слушай, я что хочу спросить. Чем отличается фиат от крипты? Такой вопрос. Конечно, пойдем пройдемся, я тебе расскажу. Давай сначала. Первый пункт это централизация. Ты в курсе, что это такое? Без понятия. Ничего страшного, сейчас я объясню. Централизация это управление в руках одного пользователя, одного, одной организации. Например, в фиате есть банк, который устанавливает комиссии, который контролирует все операции и устанавливает эмиссию. Эмиссия это? Ты не знаешь. Эмиссия это количество выпущенной валюты. То есть они могут выпустить валюту, тем самым задав какие-то параметры, выгодные для себя. Понял? Охуеть. Отлично. Так вот, децентрализация. Насчет фиата. Он очень централизован. Как я и сказал, есть банк, который контролирует все эти процессы. Эмиссия, д-д-д-д-д-д-д, ты это понял. С криптой другие дела. Нет никакого органа, который это бы контролировал. Это все уже заложено в начальном коде каждой монеты. Понимаешь, как добывается криптовалюта? Окей. Ты знаешь, что такие майнеры? Нет. Да, майнеры это те, кто как раз таки добывают криптовалюту. Человек стоит в свой компьютер, который производит криптовалюту решением математических задач. Они раскиданы по всему миру и нет определенного органа, который бы контролировал, который бы контролировал как раз таки процесс этот. То есть невозможно такое, что один человек захотел. Блин, надо выпустить еще 100 биткоинов и выпустить. Нет, нет такого. Это все происходит закономерно. Очень важный параметр, я тебе скажу. Представляешь, всего в изначальном коде биткоина заложено, что может быть произведено 21 миллион токенов биткоина. Больше невозможно. Когда достигнет максимума 21 миллион, все, больше не будет биткоинов производиться. Это невероятно, брат. Да, 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 да. И повысится спрос. Это очень важно. Это, блин, колоссальное различие. Дальше. Сейчас дальше, блядь. Блокчейн. Так, дорогой, следующий пункт. Важный. На чем лежит любая крипта? На блокчейне, брат. Перейдем в дорогу. На блокчейне. Все верно. Осторожно. Машина. Супер, погнали. На блокчейне. Крипта невозможна без блокчейна. Окей, а для чего нам нужен блокчейн? Он нам нужен для безопасности. Блокчейн это связь блоков, которые... Чуть позже мы вам объясним, что это такое. В следующем ролике у нас будет специальный ролик про блокчейн. Точнее, я тебе это объясню. Но пока просто поймите, что блокчейн обеспечивает безопасность сети и конфиденциальность пользователей. Запомнил? Запомнил. Третий пункт. Это обеспеченность валюты. Условно, ты знаешь, что доллар обеспечен золотом. Знаю. Знаешь, красавчик. Учишься на глазах. Так вот, у какого-нибудь биткоина, эфириума нет такой темы. Он ничем не обеспечен. Плохо это, хорошо думать каждому. Но я вам так скажу. Условно, предположим, такую ситуацию. Спрос на золото упал. Следовательно, цена доллара, курс доллара изменился. В случае с криптой такого нет. Он независим от этого. Он полностью живет своей жизнью и выстраивается за счет других параметров. То есть стоимость биткоина, дтд, другой крипты не зависит от какого-то одного значения, блядь, какой-то материальной херни. Вы поняли? Понял. Супер. Ну вот. Слушай, мне уже идти надо. Последнее завершу. Сохранность. Сохранность твоих средств. Это самое главное... Идем, идем. Главная отличительная особенность крипты. То есть здесь ты можешь не переживать за свои средства. Приведу пример. Окей. Сейчас состояние как банковской системы во всем мире достаточно сложное. Плюс ддддд всякие ситуации в мире. Война, не война. Ты в курсе. И за последние полгода... Какой-то странный чал. За последние полгода кучаства российских аккаунтов в других странах заблокировали и забрали деньги. Я тебе это просто привожу к тому, что хранить деньги в банке не совсем безопасно. То есть банк может в любой момент на установе каких-то его решений ликвидировать у тебя деньги и забрать себе. Неприятная ситуация, понимаешь? Не хочешь такое? Конечно нет. Ну вот. Что сделать, чтобы такого не было? Так вот, для этого мы придумали... Ну, у крипты есть такая опция, как крипто-кошельки. В крипто-кошельке никто не работает с твоей криптой, кроме тебя. Только у тебя твой код. Только у тебя хранится твоя крипта. Это супер безопасно. Подытожим. Крипта это раз, безопасно. Крипта это два, новый мир. Крипта это целая индустрия с проектами, не проектами. Это очень интересно. Так вот, друг, подписывайся на мой телеграм-канал, на телеграм-канал нашей команды, черпай туда знания по крипте. Давай, встретимся в следующий раз. Спасибо, бро. Хорошего дня.